200 тысяч льготников становится слишком тяжелой ношей для республиканского правительства. С прошлого года начались перебои с выплатой компенсации по квартплате и всевозможных пособий. Откладывать решение проблемы дальше нельзя. В соответствии с федеральным законом правительство Хакайси пересмотрит и список льгот, и количество их получателей. Кто больше других имеет право на помощь государства, будут решать по уровню дохода. Многодетные семьи, участники войны и сироты неприкосновенны. Ведь есть ветераны труда, у которых высокий доход, например. То есть это люди, которые ушли из государственных должностей, иных должностей. И безусловно, на это, наверное, тоже обратят внимание, где будет такая категория граждан, которая не нуждается в этом, наверное, все-таки она не попадет в этот критерий нуждаемости. То есть это некий анализ, но еще раз подчеркиваю, задача, которую мы для себя ставим, и, безусловно, мы будем обсуждать это с общественностью, с Верховным Советом, с другими институтами общественными, посмотрев внимательно, то есть кто в большей степени нуждается в защите социальной. Впрочем, от любых точных формулировок в правительстве воздерживаются. Вопрос слишком болезненный, особенно если учесть неуклонное падение доходов населения. Чиновники уверяют, что ни одной из льгот не уберут, просто пересмотрят порядок ее предоставления. К примеру, можно сэкономить на бесплатном проезде на дачных маршрутах. Предоставлять его не круглый год, а только в дачный сезон. Еще один горячий вопрос повестки – подготовка к паводку. Обилие осадков привело в боевую готовность все службы. Уже завтра начнется воздушная разведка по снегозапасам, и весь месяц республиканская комиссия ПЧС будет проверять готовность городов и районов к весне. В центре внимания – состояние гидротехнических сооружений. Именно они спасли республику от большой беды весной 2014 года, поэтому Виктор Зимин еще раз подчеркнул – не жалеть денег на ремонт и строительство дамб. О гидротехнике забывать нельзя. Я очень прошу вас к этому очень серьезно отнестись и все меры предпринять. Даже не шутить. Нужны деньги – приходите. Мы будем дополнительно выделять этого ресурса, если требует любое сооружение, дополнительная защита, особенно дамбы. Первая проверка дамб пройдет завтра в Абазе. На подготовку к большой воде осталось чуть больше месяца. По прогнозам, лед на реке Абакан вскроется 5-10 апреля, что на неделю раньше, чем прошлой весной. Марина Конодакова, Станислав Колченаев, Вестих Акасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова